Почта Юрий Михайлович, заведующий кафедрой сравнительной политологии РУДН, доктор философских наук. Куртов Аждар Аширович, главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии». Гусев Александр Анатольевич, директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор. И Воронин Сергей Анатольевич, директор Центра исторической экспертизы государственного прогнозирования, заведующий кафедрой всеобщей истории РУДН, доктор исторических наук. Юрий Михайлович, давайте начнем с вас. Мы видим, что сейчас, после присоединения Крыма, после нашей операции в Сирии, все стремительно меняется. Мир стремительно меняется, Россия стремительно меняется. Куда катится мир? Россия начинает проводить свою независимую внешнюю политику, заявляет о своих приоритетах, о своих зонах влияния, заявляет о своем желании участвовать в создании систем безопасности в Европе и в мире. И выступление Путина на Валдайской встрече, оно в очередной раз это подтверждает. Другое дело, что Россия это делает в очень сложной ситуации. Мы живем в мире, где победил либерализм, где американская модель предлагается в качестве единственной универсальной модели для всего человечества, в том числе для России. И поэтому задача сейчас состоит не просто заявить о своих внешнеполитических интересах и о том, что мы стремимся сохранить свой суверенитет, но и создать условия для того, чтобы Россия и другие государства, с которыми у нас сейчас очень хорошие отношения, это страны БРИКС, та же Сирия, чтобы эти страны могли выжить в качестве самостоятельных, независимых. И в этом плане мы поддерживаем, вот в связи с юбилеем Организации Объединенных Наций, мы заявили о том, что мы за то, чтобы соблюдалось международное право и так далее. Так что мир катится туда, куда мы бы не хотели прийти, и поэтому надо вести активную борьбу за суверенитет, самостоятельность и за безопасность во всем мире. Сергей Анатольевич, а вы как бы охарактеризовали те изменения, вкратце, естественно, которые сейчас происходят в мире? Стороны-то сейчас разнонаправленные, и на примере той же операции в Сирии мы это видим, поскольку Российская Федерация в Сирии и ее интерес составляет борьба с терроризмом, для Соединенных Штатов это борьба с Асадом, а не с терроризмом. Это совершенно разнонаправленные задачи. И на сегодняшний день совершенно очевидно, что Россия должна не только активно действовать, а мы сейчас очень активны. И 2014-2015 год это время очень серьезных вызовов мировому гегемону. Это очевидные вещи, такие как Крым и операция в Сирии. И то и другое произошло вне воли Сузерена, без согласования с ним. Хотя по Сирии Путин неоднократно говорил, мы приглашали вас к содействию, но тем не менее Соединенные Штаты отказались. Мне кажется, что помимо действий, на сегодняшний день сторону, в которой будет катиться мир, страна, в которой будет катиться мир, зависит от того, что Россия должна не только действовать, но и предъявлять новые смыслы. Мы должны выйти за пределы того, что на сегодняшний день у нас существует, а как известно, предел этот ограничен тем, что мы не имеем права иметь свою идеологию, в Конституции 1993 года, и не имение своей идеологии закреплено еще в Конституции Германии, как страны побежденные. Это хорошо известная вещь. И там же приоритет международного права. Совершенно справедливо. И если мы на сегодняшний день будем придерживаться философии побежденного государства, очень странно, что мы станем победителем. Должна не только активная внешняя политика и активная внутренняя, но и новая философия, которую мы должны предъявить миру. Причем этого фактически от нас ждут, это видно. Аждар Аширович, а вот как вы считаете, мы боремся с терроризмом, Соединенные Штаты борются против Асада. А что плохого в том, что мы боремся за Асада? Что плохого в том, что мы просто в Сирии отставим свои интересы? Надо же нам отставить. С нашей точки зрения ничего плохого нет. Это естественная российская политика. Кстати, она является реальным воплощением как раз борьбы за приоритет международного права. Не в том смысле, как записано в нашей Конституции, а в том смысле, что сейчас международное право подвергается забвению, эрозию, и с ним просто не считаются наши геополитические конкуренты. Россия в этом смысле консервативна. То есть она выступает за то, чтобы те наработки, которые были выработаны на протяжении нескольких столетий человечеством, право войны и мира, которое потом трансформировалось в современную систему международных отношений, базирующихся на нормах, которые, естественно, ограничивают произвол со стороны участников международных отношений. Вот Россия выступает за то, чтобы эти нормы существовали, чтобы каждая страна, какой бы сильной она ни была, какой бы богатой она ни была, какими бы амбициями ни обладало ее политическое руководство, они, эта страна, руководствовалась этими нормами. То есть мы выступаем за порядок. В этом смысле российская позиция в сравнении с американской, конечно же, выглядит более предпочтительной, поскольку мы имеем дело с официальной властью государства, которое является членом Организации Объединенных Наций, Сирии. Мы не поддерживаем группировки, неизвестно откуда взявшиеся, неизвестно кем профинансированы, ну, по крайней мере, неизвестно я имею в виду такое. Неизвестно нам. Да, неизвестно широкой общественности. Нам-то очень хорошо известно. Кстати говоря, кто их финансирует. И в этом отношении, да, это борьба разных позиций. Это борьба не просто национальных интересов разных государств. По сути дела, речь идет о такой вот борьбе добра со злом, я бы так сказал. Александр Анатольевич, не кажется ли вам, что Россия сейчас, нравится нам это или не нравится, хочется или не хочется, начали рассматривать как некий новый СССР? Не в плане идеологии, а в том плане, что в ней стали видеть альтернативу. Вот альтернативы не было последние 20 лет, вдруг она вроде бы появляется. Ну, вы знаете, косвенным образом я с вами соглашусь. Есть и в Европе, и в Соединенных Штатах понимание того, или восприятие того, что Россия постепенно скатывается в сторону советизации Советского Союза, преобладающей роли одной партии. Не буду называть какой. Такая тенденция существует. Но если, так сказать, в целом абстрагироваться от этого, конечно, на самом деле это не так. И Владимир Путин, кстати, в своем выступлении на 70-й Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций об этом говорил. Если, так сказать, абстрагироваться от этого, то, конечно, сегодня, мне кажется, что мир, ну, в том понимании, мир как планета, Земля, испытывает достаточно серьезные потрясения, я бы назвал это кризисным состоянием. И, конечно, мне кажется, что вот эта модель, если говорить об экономике, потребительская модель, основанная на постулатах Адама Смита, и политическая модель при однополюсном мире, она изжила себя. И, конечно, сейчас очень важно, какие силы, какие силы придут и приведут эту систему в равновесное состояние, потому что все-таки должен быть баланс, да, вот мир так устроит, белое, черное, плюс-минус. Поэтому, конечно, в этой ситуации возникает вопрос, усиливающаяся политически Россия сможет занять вместе с своими стратегическими партнерами вот этот полюс. Речь не идет о конфронтации с западным миром. И вот это очень важно и принципиально важно, что мы не входим в состояние конфронтации с Соединенными Штатами, Европейским Союзом. Да, это не конфронтация. Этот путь бесперспективен. Нам очень важно все-таки соблюсти статус-кво. Для нас очень важно занять определенную нишу, потому что мир все-таки устроен по постулатам, по определенным правилам. Хотим мы того или нет. Эти правила сейчас, старые правила сходят на нет, новых правил нет. Новых правил правильные. Да, и в этом отношении, мне кажется, что такая политическая фигура, как Владимир Путин, делает очень много для того, чтобы эти правила были выработаны сейчас. Но, очень важно, эти правила могут быть выработаны не единолично. Эти правила могут быть выработаны только в консенсусе со своими стратегическими партнерами. И в этом отношении БРИКС является той политической и экономической структурой, которая может фактически инициировать создание второго полюса мира. Ну, вот давайте, кстати, сейчас послушаем, что не так давно Владимир Владимирович Путин говорил на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Окончание «Холодной войны» положило конец идеологическому противостоянию. Но основа для споров и геополитических противоречий вовсе не исчезла. У всех государств всегда есть и будут свои, порой разнонаправленные интересы. А развитие мировой истории всегда сопровождало конкуренцией держав и их союзов. И, на мой взгляд, это абсолютно естественно. Главное, чтобы такая конкуренция строилась в рамках определённых политических, правовых, моральных норм и правил. Иначе соперничество, столкновение интересов чревато острыми кризисами и драматическими срывами. Мы не раз наблюдали это в прошлом. И сегодня, к сожалению, вновь сталкиваемся с подобными ситуациями. Попытки любыми средствами продвигать модель одностороннего доминирования, я уже не раз говорил об этом, привели к разбалансировке системы международного права и глобального регулирования. А значит, есть угроза, что конкуренция, политическая, экономическая, военная, может стать неуправляемой. Юрий Михайлович, вот как раз тему того, что сказал Александр Анатольевич и Владимир Владимирович. Видите, мир начал разбалансироваться. Ещё Владимир Владимирович сказал, что прививка, которая была сделана во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, не действует. Вот как вы считаете, может ли конкуренция действительно выйти из-под контроля, стать неуправляемой и перейти просто в откровенную вражду? Или, может быть, уже перешла? Ну, выступление Путина и вообще вся его внешнеполитическая линия, она очень смелая, она такая немножко отчаянная, потому что, видите, в чём дело, всё-таки мы живём в мире победившего либерализма, где мы заложники американской модели. И Соединённые Штаты во главе с Западом сейчас переформатируют всю мировую политическую систему. Ближний Восток, Центральная Азия, придёт черёд и России. И поэтому мы стараемся защитить себя, говорить о том, что мы обладаем суверенитетом, и есть организация объединённых наций, созданная для сосуществования государств, обладающих суверенитетом государств-наций. Может ли эта ситуация сейчас выйти из-под контроля? Понимаете, всё идёт к тому, чтобы она вышла, к тому, чтобы весь баланс, все соглашения, договоры по прекращению, прекращению распространения и прочего, всё это перестало действовать. То есть сейчас дипломатия, сейчас международное право настойчиво отбрасывают, введя политику с позиции силы. Когда они не могут это делать с позиции международного права, они начинают создавать коалиции или действовать в одиночку, действовать через НАТО, действовать через различные структуры, используя в том числе и террористические структуры на Ближнем Востоке. Понимаете, это такая грязная работа, которую надо получить кому-то, и в Сирии этим занимались. Вот сейчас наши военные, воздушно-космические силы бомбят позиции террористов, и оказывается там безумное количество оружия накоплено. То есть, понимаете, это готовилась база для дестабилизации всего Ближнего Востока, а дальше и Средней Азии и так далее. Поэтому только борьба за то, чтобы сохранять стабильность, только вот такие вот замечательные публичные выступления в Организации Объединенных Наций, на Валдайском клубе, деятельность наша информационная, радио, телевидение, печати, может способствовать тому, чтобы сохранить стабильность и выжить в этом безумном мире. Ажар Широевич, мне показалось, ну, может, я, конечно, не прав, что вот эта речь была встречена намного более доброжелательно, чем аналогичные речи год назад, два года назад. И такое впечатление, что как-то в чем-то стали с нами считаться, или даже некую правоту за нами признавать. Вот существует некая доктрина Путина, которую он продвигает, или это все-таки набор каких-то достаточно спонтанных действий? — Я с вами согласен, что речь действительно была встречена с большим пониманием, чем, допустим, мюнхенская речь Путина, хотя посылы были одинаковые. — И даже здесь жестче еще были некоторые. — Да, здесь жестче, но тут, наверное, надо сделать скидку на то, что та речь произносилась в Германии, а эта речь произносилась на нашем, что называется, поле, на Валдайском клубе. Что касается доктрины Путина, ну, она есть, эта доктрина. Путин последовательно и на всех своих президентских сроках наш президент ведет к тому, чтобы страна наша заняла достойное место в мире. Каково она достойна? И мы в своем поведении на международной арене последовательны, во-первых, и, во-вторых, обязаны показывать пример того, что вот полюс новой силы, нового влияния, он формируется. Его участником этого полюса является наша страна. Без этой демонстрации... — Причем хочет или не хочет она этого? — Да, хочет она или не хочет, но мы хотим этого, честно говоря. И наш народ хочет этого. И отсюда вот социологические опросы, которые показывают удивительно большой рейтинг нашего президента. Так вот, наша страна обязательно должна прирастать нашими стратегическими партнерами, потому что в одиночку ослабленная Россия все-таки с большим трудом может добиться поставленной цели. Но мы последовательно движемся к этому пути, и уже видны вот эти вот форматы наших стратегических партнеров и в Шанхайской организации сотрудничества, и в упомянутой здесь уже БРИКС, которые вместе позволяют нам действительно сформировать этот полюс. Ведь есть данные объективные макроэкономические показатели. Ну, допустим, страна БРИКС, если считать по паритету покупательной способности, и хваловый внутренний продукт, он уже самый большой из всех региональных объединений. Самый большой. — Сергей Анатольевич, во времена Советского Союза было жесткое противостояние, фактически холодная война. Но такое ощущение, что порядка и просто разума было в те времена гораздо больше. Вот как вам кажется, почему это происходило тогда, почему сейчас все разбалансировалось, несмотря на то, что есть один полюс? И удастся ли нам вернуться к какому-то, ну, вот более жесткому порядку, когда мир станет двуполярным, но страны будут между собой договариваться? — Ну, ситуация ведь после Потсдама и после Ялты была совершенно очевидной. Две державы, которые не имели тех полномочий, которые у них стали, как известно, после Второй мировой войны и Советский Союз, как победитель, вышел на мировую арену, и Соединенные Штаты, как мировой ростовщик, заработавший на Второй мировой войне, вышел на мировую арену, и мир стал биполярным. И, собственно говоря, вот эти 50 лет этот баланс, эта конкуренция систем сдерживала мир от того, чтобы он скатился в пропасть. Совершенно естественно, исчезновение одного конкурента привело к тем всем негативным процессам, которым мы наблюдали. Я сейчас не хочу впадать в пафос, но речь Путина на конференции по безопасности, знаменитой 2007 года, открыла новую геополитическую эпоху, которая получила, как мне кажется, свое логическое завершение 28 сентября на 70-летие Ассамблеи ООН, и, как мне кажется, 28 сентября 2015 года мир снова стал двухполярным. И Россия показала, что она единственное государство, которое может самостоятельно принимать решения. Но для этого нам еще нужны усилия. Возникает вопрос, мы конкурируем с кем? Со светочем либерального капитализма и либерализма в виде Соединенных Штатов? Это видимое противоречие на сегодняшний день есть, оно пока не снято, и какие бы действия мы не осуществляли в сфере экономики, политики, внешней политики, поддерживая Ассада, не поддерживая Ассада, до тех пор, пока мы вместе с БРИКС, с Евразийским Союзом не предъявим миру новые цели, концепцию, скажем так, справедливости, какие-то новые смыслы и задачи. Эта конкуренция, она бессмысленна. Александр Анатольевич, Советский Союз имел, ну это объективно, самую мощную в мире и армию, и флот, и при этом имел огромное количество друзей, огромное количество, я не знаю, на миллионы, наверное, специалистов училось в Советском Союзе. Огромное количество людей нам симпатизировало, огромное количество учило русский язык. Вот как вы считаете, Россия должна эту линию продвигать или может быть, вот то, что, помните, в 90-х годах происходило, надо заниматься собой, а эти как-нибудь? Россия должна участвовать вместе с другими странами в налаживании жизни в тех странах, из которых сейчас бегут беженцы. Дело в том, что, конечно, опыт Советского Союза, его необходимо приветствовать, потому что мы на протяжении очень длительного времени, мало того, что мы поддерживали, тогда называли национально-освободительные движения во многих странах Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, но кроме поддержки военной, конечно, Советский Союз строил инфраструктуру в этих странах, строил учебные заведения, больницы, дороги и создавал условия для жизни там. И ведь не было таких потоков беженцев, мигрантов, какие сейчас мы наблюдаем. Поэтому, мне кажется, стратегически не только Российская Федерация, мы экономически еще достаточно слабы, даже по сравнению с Советским Союзом. Все-таки это было более крупное предприятие. 350 миллионов человек. Сейчас мы практически в два раза меньше, если говорить о численности. У нас не такой потенциал большой, как у Советского Союза. Конечно, мы не в состоянии сейчас делать то же самое, что делал Советский Союз. Но, как вы правильно заметили, вектор абсолютно правильный, конструктивный и логичный. Но мы должны действовать вместе, потому что одним мы этого поднять не можем. Об этом должны задуматься страны Европейского Союза. Россия должна создать коалицию. Не для того, чтобы разрешить политическую и военную проблему в Сирии или в Ираке. Коалиция нужна для того, чтобы создать фундамент жизни, гражданской жизни в максимально большом количестве стран. Прежде всего, беднейших стран. На что, собственно, была направлена внешняя политика Советского Союза. Юрий Михайлович, но пока, к сожалению, мы видим вектор совершенно обратный. Мы видим со стороны Соединенных Штатов жесткое непонимание вообще наших действий и неприятия. И даже натравливание своих союзников на нас, Саудовской Аравии или Турции. Как вы считаете, может ли нынешняя ситуация вокруг Сирии привести к мировой войне? Многие об этом говорят. Тенденции такие существуют. И риск усиления конфронтации и столкновений очень реален. Конечно, потому что сосед Сирии и Турция, член НАТО, и во внутренней политической и турецкой борьбе факты военного присутствия России рядом и вот факты нарушения военного воздушного пространства использовались вовсю Эрдоганом. Затем ряд арабских государств грозят введением своих войск. Были слухи, потом они не подтвердили, что английские летчики получили приказы отвечать на какие-то, в случае конфликтов, отвечать огнем. И в конечном счете ведь само исламское государство это проект нескольких государств и арабских, и западных. И мы уничтожаем сейчас важнейшего такого актора местной политики, который способствует реализации задач Запада на Ближнем Востоке. А мы им явно мешаем. Может это перейти постепенно? Мы туда влезли. Первая и вторая война, они же выросли из ничтожных поводов. Потом видите, в чем дело. Ведь у нас прерваны отношения с НАТО. Мы не можем многие годы подписать новое соглашение с Европейским Союзом. Нас подвергли целому ряду санкций. Вхождение во всемирную торговую организацию оказалось блефом. То есть это нам ничего не дало. Это были всего лишь некие условия для того, чтобы управлять нами. Вот. И другое дело, видите, в чем дело. Укрепление вооруженных сил России, оно немножко отрезвило наших партнеров, так называемых. Это некое чудо, которое сотворили мы. И в Сирии мы просто это демонстрируем. Сирия это не только помощь там. То есть вы возможности третьей мировой войны не верите. Все-таки силы разума должны... Нет, она не исключена. Тем более сейчас к власти пришли и в тех же Соединенных Штатах в администрации президента люди, которые не боятся войны. Они ее не знают. Они на экране телевизора видели в играх. У них нет чувства опасности. И потом идет упрощение подхода к использованию ядерных зарядов, тактических ядерных зарядов. Потом появилось высокоточное оружие, которое может заменить собой и ядерное оружие, и Соединенные Штаты вышли из системы, из соглашения по ПРО. То есть есть масса возможных рисков, которые могут привести... То есть порок ответственности у американской элиты резко снизился. Дорогие друзья, мы каждой нашей программе проводим опрос на нашем сайте. Я хотел бы вас познакомить с его результатами. Что раскалывает мирно враждебные блоки? Агрессивная природа человека 5%? Культурные различия 2%, корыстные интересы элит 35% и объективные противоречия капитализма 58%. На мой взгляд, третий, четвертый вопрос это фактически одно и то же. Аждар Аширович, как вы считаете, действительно ли капитализм, то, что мы называем так вежливо либерализм, всегда называли капитализм, он действительно порождает, постоянно порождает войны? В известном смысле весь опыт истории вроде бы свидетельствует в пользу такой версии, такого предположения. Либералы исходят из ценностей только тех, которые они принимают. И не просто исходят, они считают, что все остальные обязаны подчиняться их видению мира, а тот, кто не подчиняется, те объявляются врагами, те подлежат принудительному перевоспитанию, чему вот мы подверглись со второй половины 80-х годов и все 90-е годы это продолжалось. И по сути дела такая позиция, но это своего рода фундаментализм. Вот чем и либералы, доведенные до логической, так сказать, последовательной качества, отличаются от исламских фундаменталистов. Да ничем не отличаются. Те и другие верят в исключительность своей точки зрения. Не просто в исключительность, что все остальные должны упасть на колени и слепо следовать этой самой точке зрения. И те и другие не хотят замечать того, что жизнь она богаче, что жизнь опровергает очень часто их точку зрения. Вот в нашей стране к сожалению это мы сейчас наблюдаем. Люди, которые очень часто доминируют в некоторых средствах массовой информации, несмотря на то, что у нас утверждают, что свободы слова нет в государстве. Но тем не менее в целом ряде газет там, ведомости, коммерсант, ну и далее по списку можно долго-долго перечислять. Они имеют трибуну, где высказывают свои точки зрения и навязывают эту точку зрения всем остальным, считая всех остальных идиотами, недорослями, недоумками, несмотря на то, что наш народ видел, к чему привело эпоха, когда они дорвались до власти и что они сотворили со страной, до какого уровня нищеты довели основную массу населения. Поэтому вот эта вот вера в свою непогрешимость это один из источников войн. Это действительно один из источников войн. Потому что в такой вере нет места для компромисса, нет места для переговоров, нет места для понимания другой позиции, нет места для осознания того, что мир разный, что мы все не одинаковые, что нашу планету населяют разные этносы, что у государств действительно могут быть разные национальные интересы, но это не значит, что вот эту разницу нужно приводить обязательно к общему знаменателю силы оружия. Александр Анатольевич, вот нас в школе учили, я еще тоже это застал, что у капитализма, у империализма есть определенные противоречия, которые постоянно приводят к кризисам, эти кризисы разрешаются в том числе и в виде войн. Потом стали говорить, что в принципе нет, это уже времена изменились, но сейчас-то мы видим, что похоже наши школьные преподаватели были правы, и мир опять стоит на пороге кризиса и экономического, который порождает военный. Так ли это? Действительно времена изменились? Нет, такая точка зрения не существует. Любой кризис или выход из кризиса подразумевает под собой какие-то военные действия, проще говоря, войну. Для того, чтобы разрешить кризис, необходимо развязать войну. Мир сегодня управляется крупными транснациональными корпорациями, которые, по сути дела, определяют повестку дня и политическую, и экономическую. Мы же знаем, что существуют крупнейшие кланы. Кланы Ротшильдов, Рокфеллеров, Бушей, Дюпонов и так далее. Все это миллионеры и миллиардеры. Среди них нет бедных интеллектуалов. Это крупнейшие кланы, которые наделены колоссальными финансовыми ресурсами. Для них сейчас принципиально важно развязать войну, в результате которой, наверное, могло бы погибнуть какое-то энное количество людей. Для того, чтобы все это пришло в какое-то разумное динамическое равновесие. Вот перед ними что стоит. Поэтому развязываются войны. Пока региональные это Украина, это Ирак, Афганистан, Ливия, Ливан, Иордания, Тунис, Египет. Дело дойдет до стран Европейского Союза, где беженцы сейчас создадут достаточно серьезную ситуацию политическую. И в конечном итоге, наверное, они задумывались над тем, что что же делать с Россией. У нее колоссальные ресурсы. И почему Россия должна единолично управлять этими природными ресурсами. Что-то подсказывает понимаете, когда мне задают вопрос, а может ли гипотетически возникнуть условие для Третьей мировой войны? Я говорю, пока нет. Потому что ядерные силы, которыми обладают Россия, Соединенные Штаты, Великобритания, Китай, Франция, сегодня являются сдерживающим фактором. Сергей Анатольевич, все-таки что является сейчас главной опасностью с точки зрения нашего существования, международной безопасности? Ну терроризм, это как-то не совсем понятно. Есть статья в Уголовном кодексе, но террористы кого только не записывают. Может быть, какие-то другие фундаментальные противоречия? Может быть, капитализм хуже любого терроризма? Фундаментальная опасность одна. Это победа либерализма во всемирном масштабе и непротивление этому. Если мы пойдем по этому пути, то значит мы подпишем финал и Армагеддон придет таким образом. Любопытно даже посмотреть на название Валдайских форумов, возвращаясь к основной теме программы. Ведь в прошлом году он назывался «Новый мировой порядок». И это не вот этот «New world order», который продвигают Соединенные Штаты, а это Путин предлагает «Новый мировой порядок», основанный на других постулатах, на концепции многообразия, многополярности, справедливости, уважения интересов, в конце концов и мультивалютных зон, о чем тоже идет разговор и известно о том, что БРИКС уже подписывает соглашение и подписали о создании банка БРИКС. Это все уже событие, которое не гипотетически, а состоявшееся. В этом году, соответственно, это название «Война и мир», которое уже сильно исполоскали все зарубежные СМИ по принципу того, что вот так Россия ставит вопрос. «Война и мир». Юрий Михайлович, я к вам перейду. Как вам кажется, удастся ли России сейчас стать полноправным членом так называемой антитеррористической коалиции? И вообще, существует ли эта антитеррористическая коалиция? Или это одновидимость? С 2001 года Россия активно участвует в борьбе с терроризмом. Она поддержала Соединенные Штаты. Вот тогда нам, кстати, удалось довольно легко в нее вписаться. А вот в эту американскую коалицию... Потому что мы пошли на уступки. Мы предоставили американцам возможность создать военные базы в нашем ближайшем окружении. Мы готовы были обмениваться информацией, но с нами не считались, тем не менее. То есть, сказать, что есть реальная антитеррористическая коалиция в мире, этого нет. потому что терроризм, видите, в чем дело, он очень многобразен, и он иногда бывает орудием политической борьбы для достижения каких-то целей. Против нас боролись с помощью терроризма на Кавказе, в Москве, в Волгограде, где угодно. Борются в Ливии, борются в Ираке, борются в Сирии сейчас. Мы даже не можем договориться, кого считать реальным террористом в Сирии. Мы спрашиваем англичан, французов, американцев, они делают вид, Американцы вообще хотят с нами о чем-то договариваться? Мы им очень нужны в этой коалиции? Или может быть, не нужны совсем? Они предельно прагматичны, когда это соответствует их интересам, они готовы идти на соглашение. Но когда это соответствует нашим интересам, они делают вид, что не понимают, о чем идет речь, потому что мы должны подчиняться, мы должны быть сателлитами, мы должны сдавать свои позиции. Вот Горбачев был хороший Ельцин был хороший, Путин уже нехороший руководитель России. До какого-то момента был хороший, потом вдруг как-то стал нехорошим. Да, потом. Мюнхенская речь была очень неудобная для Запада. Так что мы ведем активную борьбу с терроризмом. Мы хотели бы создать действительно по принципу антигитлерской коалиции коалицию борьбы с терроризмом современным, но нам не идут навстречу, нас не хотят понимать. Ажар Аширович, наш президент, он мастер эффектных фраз. Это признано всеми. И вот здесь тоже он сказал фразу, в которую все, наверное, вцепились, в том числе западные средства массовой информации, что Ленинградская улица научила его тому, что если драка неизбежна, бить надо первым. В советское время, помните, была другая риторика, мы всегда и везде выступали за мир. Действительно ли Россия остается по-прежнему страной-миротворцем, или может быть, мы действительно являемся теперь агрессивной страной, в чем нас упрекает Запад? Ключевым в этой фразе ведь было «если драка неизбежна». Именно поэтому мы, в частности, участвуем в военной операции в Сирии, как правильно сказал президент, потому что, если вы этого не сделаете, то военные действия уже будут вестись ближе к нам, а возможно и на нашей территории. Но упрекать нас в некой агрессивности, ну это вот противоречит всем фактам. Разве мы развязывали войны с последних двух десятилетий? Разве мы вторгались в суверенное государство Ирака? Разве мы в 2001 году вторглись в Афганистан под предлогом, который не был реализован, борьбы с Аль-Каидой? Разве мы сейчас в Сирии, вопреки всем нормам международного права, действуем так, как слон ведет себя в посудной лавке? Нет. Нам очень часто поминают ситуацию значит, Великой Отечественной войны, о том, что мы, освобождая Европу от фашистов, оставили там режимы, ну позвольте, а что наши союзники по антигитровской коалиции, они что ушли, что ли, из той части, которая была оккупирована, они там что, не создавали свои проамериканские режимы? Тогда эти режимы были приняты без всяких проблем и нами, и нашими противниками. Кстати, до сих пор существуют оккупационные войска по большому счету. Вот мы ушли, мы выполнили те договорные обязательства, которые, может быть, нам были невыгодны, нам были навязаны, в том числе в силу того, что тогда либеральные взгляды. Вот эти вот фантастические взгляды о том, что противоречий нет, они ушли в прошлое, что мир теперь будет без конфликта. Вот при Горбачеве это было очень часто. И мы стали такие добренькими, мы шли на поводу, а в ответ мы получили то, что получили. Сергей Анатольевич, ну откуда ушли мы, туда пришли они. Вот мы видим, что в Сирии нас просто-таки благодарят, что теперь нас не вырежут, теперь нас не убьют. То есть, может, мы преследуем какие-то свои интересы, но попутно выступаем как миротворцы. Остается ли Россия все-таки, как и Советский Союз, сейчас страной-миротворцем? И этот вопрос в каждой передаче мы обсуждаем, потому что события развиваются. Как вы видите развитие ситуации в Сирии? Что сейчас там будет происходить? Мы видим, что наступление не так быстро идет, как нам хотелось бы, наверное. Я думаю, что без сомнения Россия была, остается и будет страной-миротворцем. И мне кажется, что вот эта фраза, которую мы сейчас обсуждали, Путина, по поводу того, что если драка неизбежна, она очень конкретно привязана к Сирии. Не к общей мировой ситуации, а к Сирии. Потому что это драка в Сирии. И, к сожалению, наши оппоненты, партнеры, взрослые в пререк Соединенных Штатов, они воспринимают часто разговор конкретно. Это менталитет ковбойского салуна. Когда кольт взведен, курок кольта взведен, и колбу приставлен, опа, говорят в Вашингтоне, разговор-то серьезный. Вот Путин это сделал в Сирии. Он это там сделал. Хотя мы там ударили не первые справедливости. Совершенно верно. Потому что разведка разведкой, одно дело знать, что есть у русских, а вдруг с удивлением увидеть, что надо же есть. Из Каспия взлетают, и высокоточно долетают ракеты. Все работает. И мне кажется, что как раз Сирия, это не просто выступление против терроризма, и даже не просто защита Асада, хотя мы это не подчеркиваем во внешней политике, это огромный, демонстрационный, и очень бы хотелось подчеркнуть, охлаждающий, горячие головы эффект, когда Россия реально показала то, что есть, и то, что может быть использовано, организовав, проведя и проводя эту операцию во имя мира. Мне кажется, что вот в этом и есть основная задача, помимо того, что, конечно, есть объективная и практическая задача, как было сказано, уничтожить террористов в их логове, с тем, что просто ИГИЛ и все остальные не пришли сюда. Александр Анатольевич, а как вам кажется, если мы сейчас все-таки проведем успешную операцию в Сирии, совершенно очевидно усилим наши позиции на мировой арене, удастся ли нам легче отстоять наши интересы в Крыму, на Донбассе и вообще на Украине, которая сейчас вроде бы отошла на второй план, но никуда не делась? Если выступление Владимира Путина на Генеральной Ассамблее было стратегическим выступлением, обозначившим позицию, роль и место России в глобальном мире, то выступление на Валдайском медицинском форуме носило более тактический характер. Если тогда, а это было совсем недавно, это было, я напомню, 27 сентября выступление, до военной операции в Сирии, вот тогда Путин показал, был его месседж, он показал, что мир, по крайней мере, двуполярен, то сейчас, вот в связи с этой ситуацией в Сирии, Путин показывает миру, показывает, что Россия и вот этот полюс, который организовала Россия вместе с Китаем, этот полюс противопоставляет себя Соединенным Штатам и странам Запада. вот это принципиально важно с точки зрения стратегических задач. Ведь никто не обращает внимания, что 26 сентября на круглом столе выступал Си Цзепин, а его речи никто не говорит. То есть говорят о речи Владимира Путина на Генеральной Ассамблее. А Си Цзепин сказал буквально следующее, что, во-первых, мир многополярен, мир разнороден, и это очень хорошо, и Китай занимает определенное место здесь, и он подчеркнул роль России и ее место в этом глобальном мире. Это принципиально важно. Так вот, еще раз повторяю, что там было обозначено, что создан второй, там, я не знаю, второй полюс России вместе с Китаем, а здесь уже идет конкретное противопоставление. Так в этом отношении, отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что да, ситуация в Сирии в какой-то степени, наверное, будет способствовать урегулированию процессов и на Украине. Ведь сейчас все, все внимание мировой общественности, политических элит, нацелено на участие России в сирийском конфликте. То есть мы показали, что мы можем оставить свои интересы. И, конечно, от того, какие будут итоги нашей военной операции и как будет нормализовываться жизнь в Сирийской Арабской Республике, конечно, это перейдет опосредованно и на ситуацию на Украине. Украина сейчас вторая, что называется, в очередь. Мы немножко как бы отстали от Украины. Мы про нее не забыли. Мы ее отодвинули, мы о ней не забыли. Но это все на второй план ушло. Дорогие друзья, я чуть-чуть вынужден прервать, потому что время нашей программы, к сожалению, подходит к концу. И я сейчас всем задам один и тот же вопрос и просьба на него отвечать коротко, потому что времени осталось совсем чуть-чуть. Юрий Михайлович, все-таки как вы видите роль России в новом мире и устраивает ли вас эта роль? Мы ее формируем. Ситуация будет, конечно, модифицировать нашу позицию, но обозначено желание, то есть есть мотивация нашего руководства заниматься этим. Что-то делается не только на внешнеполитической арене, но и внутри страны это проблема национализации элит, это борьба с коррупцией и многое другое. Мы ищем себе союзников, действительно, БРИКС, действительно, Шанхайская организация, действительно, Евразийский союз, потому что в одиночку мы не справимся, в одиночку мы не потянем. Поэтому перспективы есть и будем смотреть с оптимизмом. Аждар Аширович. Знаете, систему международных отношений, вообще внешней политики очень часто сравнивают со спортивным состязанием. Представим, на футбольном поле бегает команда, кто-то сидит на стадионе в качестве зрителя, кто-то сидит на скамейке запасных, но на самом деле победа в игре, в футбольном матче, в том числе, в очень большой степени зависит от того, кто судья, кто определяет правила игры, что позволено, что не позволено. То есть задачей России в будущем системе мироустройства я вижу войти в круг тех, кто определяет правила. В хорошем смысле слова. Александр Анатольевич. Вы знаете, тут я, в общем, небольшой скептик. Для меня внешнеполитический вектор является, так сказать, важным с точки зрения профессиональных интересов важным вдвойне, потому что я этим занимаюсь. Но, вы знаете, вот за этой внешней внешней политикой скрываются очень серьезные недостатки во внутренней политике государства. Мне кажется, что в угоду внешнеполитическим решению внешнеполитических проблем наше правительство и наше руководство забыло о внутренних проблемах. Для нас принципиально важно, чтобы наши люди жили лучше. Понимаете, а ведь сейчас по последнему бюджету мы 32 миллиарда рублей снимаем с здравоохранения, образования. Понимаете, вот в угоду каким-то, так сказать, данным необходимо решать. Для нас это принципиально важно. Мы забываем, что у нас еще 146 миллионов населения, не вот те люди, которые сидят в пределах Садового кольца или там еще меньше, бульварного кольца. Надо все-таки думать о том, что за пределами этого бульварного кольца находится. Вот это, мне кажется, самое важное. Для чего тогда все это необходимо? Сергей Анатольевич, если говорить о внешней политике, Россия должна оставаться в роли государства, выступающего за безусловное сохранение норм международного права, должна быть одним из государств, гарантирующих норм международного права. Россия должна предложить в том числе и новые модифицированные правила международной игры, потому что очевидно, что старые не работают и стали совершенно несостоятельными в рамках того уже уходящего однополярного мира. Что касается общего моего видения, то, конечно, я абсолютно согласен с коллегами, жизненно необходимо преодолевать колоссальный разрыв между блестящей внешней политикой, которую поддерживают большинство граждан нашей страны, и абсолютно провальной региональной политикой, именно региональной, потому что мы понимаем, что выходя за пределы бульварного кольца МКАД, мы видим другую Россию. Там граждане зачастую, а мне приходится ездить в регионы, не совсем понимают цели и задачи операции в Сирии, и в том числе и многие остальные блестящие задачи, которые мы проводим на внешней политике. Хотя все-таки в большинстве подсознательно поддерживают. В большинстве подсознательно, да. Но все-таки людям хотелось бы иметь и хорошее здравоохранение, и хорошее образование, и простить, хорошие дороги. И от дураков избавляться будем надеяться, будем надеяться, что и этим займутся. А пока мы, мне кажется, можем констатировать, что Россия после долгих лет отсутствия вернулась в историю, в мировую историю в качестве полноправного и полноценного игрока. И теперь уже, наверное, навсегда. Ну, а с вами была программа «Точка зрения». Я и ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания. Дмитрий Аграновский.